Мы начинаем эфирное вещание в студии Яны Чупахина. Здравствуйте! Маленькому Егору срочно нужна помощь и приговор убийцы оставили без изменений. Об этом и не только в ближайшие минуты. Четырехмесячному Егору нужна наша помощь. У него врожденный порог сердца. Уже сейчас из-за болезни малыш серьезно отстает в развитии, не набирает вес и с трудом держит голову. Но врачи говорят, все можно исправить. Сегодня, 16 июня, в Казани ему сделают операцию. Она бесплатная. А вот на последующую реабилитацию нужны деньги. У многодетной семьи, где Егор шестой ребенок, их нет. Живут они в селе Кымлы. Отец семейства трудится на двух работах, но средств на лекарства не хватает. Все, кто хочет помочь малышу, могут обратиться в нашу телекомпанию. Простить нельзя, наказать. Верховный суд Российской Федерации оставил пожизненный приговор 22-летнему жителю Нижнекамска Шавкату Мендиярову без изменений. Напомним, в июле 2015 года он совершил тройное убийство в надежных Челнах. Парень забрался через балкон в квартиру, расположенную на втором этаже, с намерением ее ограбить. Хозяева в этот момент проснулись, и он хладнокровно убил трех человек. Пытаясь скрыть следы преступления, молодой человек открыл конфорки газовой плиты и зажег свечу. Однако так, к счастью, погасло. А подозрительный запах газов в подъезде почувствовали соседи, которые позвонили сыну убитой женщины. Выяснилось, что молодой человек был игроманом. А в это воскресенье православные встретят один из главных христианских праздников – День Святой Троицы. В этот день Святая Церковь вспоминает и прославляет сошествие на апостолов Святого Духа в виде огненных языков. Традиционно накануне Троицы отмечается и Родительская суббота – День особого поминовения усопших. В связи с этим, для удобства нижнекамцев, 18 и 19 июня, начиная с 7 утра до городского кладбища, будет курсировать специальный автобусный маршрут номер 101. Ахтубинская площадка – городское кладбище. Стоимость проезда в один конец составит 20 рублей. Перевозка же льготников по электронной транспортной карте. Автогонки возвращаются в Нижнекамск. В эти выходные на ипподроме культурно-спортивного комплекса «Ильинка» пройдут гонки в классе Д3-мини. Соревнования приурочены к предстоящему юбилею Нижнекамска. В честь этого долгожданного спортивного события в город приедут несколько десятков гонщиков со всей республики, чтобы побороться за первенство состязаний. Гонки будут вторым этапом в рамках Кубка Татарстана. Предыдущий этап состоялся в Казани, где собралось почти 2000 человек. А третий этап планируют провести в соседних набережных Челнах, где полным ходом идет подготовка трассы. Зрелищные соревнования пройдут 19 июня уже в это воскресенье на Майдане. Торжественное открытие запланировано на половину 12-го, а первые заезды – на полдень. Сейчас в Нижнекамске 24 градуса тепла, солнечно. Почему подорожал бензин, расскажем в следующих выпусках. Звоните нам по телефону 40 07 70 и рассказывайте о своих новостях. Не прощаясь. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok